Сегодня в Америке было несколько, правда, пока ограниченных по масштабам выступлений против так называемой дискриминации женщин в области медицины. Вопрос этот встал в этом преломлении после проблем с вакциной Джонсон и Джонсон. В Америке ее запрещали использовать на протяжении недели на время специального расследования, хотя затем вновь к использованию утвердили. Уколы этой вакцины у небольшого числа женщин вызывают сгущение крови, тромбы, которые могут быть чрезвычайно опасными. Другое дело, что эти случаи возникновения тромба бывают редкими. Как заявили федеральные медики, тромбы при уколах Джонсон и Джонсон возникают в сотни раз, реже, чем от большинства противозачаточных средств. Но это заявление многих шокировало, потому что противозачаточные таблетки некоторые в Америке принимают и с 14 лет. И действительно, имеется тысяча случаев, когда у женщин через несколько лет возникают тромбы, закупорки сосудов в ногах, а также в легких, иногда с очень тяжелыми после всего этого последствиями. Это особенность современной медицины. Даже на сравнительно безобидных лекарствах имеется предупреждение о том, что приняв таблетку, не нужно, например, садиться за руль. И в то же время об опасности возможных серьезных последствий, хотя и сообщают, но степень этой опасности определить часто невозможно. Одно дело – это тысячная доля процента, имеющих негативные последствия, и другое дело – каждый десятый. Ну а протест имеет место в том плане, что изучению последствий противозачаточных таблеток, то есть таблеток, которые используют только женщины, уделяется меньше внимания вследствие предположительной медицинской дискриминации. Сегодня были новые проблемы с формированием израильской правительственной коалиции без Натаньяху. А Виктор Либерман заявил, что уже принес слишком много жертв, больше их приносить не намерен. И что если партия «Голубое и Белое» Бенни Ганса обещала не возражать, чтобы его партии предоставили портфель министра сельского хозяйства, то брать свои слова обратно она не может. А Бенни Ганс сказал, что его партии обещают вообще только один портфель министра в области безопасности, в то время как другим партиям по два. Что же касается премьера Натаньяху, то он заявил, что новая правительственная коалиция была бы угрозой для израильской безопасности. Расхождение между Либерманом и Бенни Гансом является второстепенным. По сравнению с договоренностью о правительственной коалиции прежде всего между Яиром Лапидом, представителем центристской партии, которому президент Ривлен получил нынешнюю вторую попытку создания правительства, и Нафтале Беннетом, а лидером ультраконсервативной партии, как ее часто определяют, очень активно защищающим права поселенцев и категорически выступающим, в частности, против идеи создания двух государств на Ближнем Востоке. Согласно Натаньяху, которому вполне реально может угрожать потеря поста премьера, коалиция между экстремальными консерваторами и центристами не может быть стабильной, и это негативно повлияет на израильскую безопасность. К тому же партии категорически расходятся по многим вопросам внешней политики, и, как сообщали, они решили в этой области концентрироваться в начале действия нового правительства на внутренних экономических проблемах. Это, согласно Натаньяху, путь к растущей угрозе Израилю. Сообщали, что необычный союз между умеренным Лапидом и правым Нафтале Беннетом стал возможен после предложения о очередовании их на посту премьера, при том, что первый срок будет у Беннета, хотя формирует правительство, между прочим, Лапид. Послезавтра вопрос о новой коалиции должен быть тем или иным образом решен. Ривлен дал Лапиду время для создания коалиции до конца среды, а в случае неудачи, скорее всего, будут новые уже пятые за недолгое время выборы. В следующей части о том, что в Китае проблемы с рождаемостью превосходят уже аналогичные проблемы скандинавов. Оставайтесь с нами. Приглашаем всех нью-йоркцев от 16 и старше, которым нужна вакцина от COVID-19, получить ее. Дело за вами. Запишитесь сегодня. Посетите nyc.gov.com.au или позвоните по номеру 877-829-4692. В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535. Супер уникальный, супер натуральный продукт для повышения потенции – S3X Manpower – мужская сила. В этом флаконе сосредоточена вся ваша мужская сила и все достижения американской натуральной медицины. Спрей под язык не имеет никаких побочных эффектов. Покупайте спрей S3X Manpower, и мужская сила вас не покинет. Глазные операции в древности. Глазные операции в средневековье. И безлезвенные операции в 21 веке. Только с помощью лазера доктор Леонард Блей, пионер безлезвенной глазной хирургии, успешно избавляет от очков и контактных линз, безопасно удаляет катаракту и эффективно лечит глоукому. Безлезвенный лейсик и безлезвенное удаление катаракты. Быстро, безопасно и безболезненно. Только у доктора Леонарда Блея. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвид Зан Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвид Зан Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. Сегодня Пекин объявил, что разрешает семьям иметь теперь по трое детей. А до этого была политика двух детей в одной семье. Конечно, сам этот подход, когда государство разрешает людям иметь детей или запрещает, является неоднозначным и подвергался на протяжении десятилетий резкой критики. К тому же сейчас китайские власти могут увидеть, что разрешение иметь и трое детей, и восемь, совсем не обязательно приводит к всплеску рождаемости. Китай начал ограничивать рождаемость с 1980 года. Тогда был особо интенсивный ее бум, когда перестали посылать половину населения в лагеря перевоспитания, и люди также перестали голодать. Проблема перенаселения в Китае становилась серьезной. В Индии, например, с ее демократической моделью запретить указом многодетное семье было невозможно, и там до сих пор правительство принимает серьезные меры, чтобы производительность сельского хозяйства не росла, поскольку в результате десятки миллионов людей остаются в деревне и имеют, во всяком случае, пропитание. А если создать высоко производительные фермы, то эти миллионы станут безработными и хлынут, и в уже кошмарно перенаселенные города. Китай с 80-х годов рождаемость успешно ограничил, но общество развивалось, и люди стали жить дольше, и возникла угроза катастрофического старения нации. В 2016 году разрешили иметь по два ребенка в семье, но без особого успеха, а между тем только для воспроизводства населения среднестатистическая женщина должна на протяжении своей жизни в среднем иметь два ребенка и одну десятую. А сейчас в Китае речь идет об одном условном ребенке с третью, намного меньше, кстати, чем в Скандинавии. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok